Встреча с Руин 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 И более того, может быть, даже активизируется. Все показатели экономические, они свидетельствуют о том, что процессы энтропии и разрушения, они не остановлены. А если брать какие-то натуральные показатели, скажем, добычи, нефти, или промышленное потребление, электроэнергия, или, скажем, грузоперевозки по железным дорогам, то мы увидим, что эти натуральные показатели, они не растут, не отражаются. Так что это перманентный экономический кризис, можно его назвать и продолжающейся войной, и война очень специфическая. Предвоенная и послевоенная экономика Сталина до сих пор проедается чиновниками. Более того, экономический блок с удовольствием урезает социальные программы и гарантии. Так чем же занято наше правительство сейчас, когда и войны-то нет никакой, но потери продолжаются? Они заняты распределением и перераспределением. Экономический блок правительства должен прежде всего думать о производстве. На этом направлении практически ничего не делается положительного, а отрицательного делается очень много. Это соединенные экономики, которые сжимаются, и они имитируют некую деятельность. Но это не производительная деятельность, не созидательная. Был произведен лозунг импортозамещения, но это уже некая попытка действительно внедриться в сферу производства. Но, в общем-то, никакого реального импортозамещения нет. И при нынешнем правительстве его импортозамещения мы не ожидаем. Ключевой вопрос – это реформирование экономики. Способы высказки за этой колею. На эту тему практически ничего не говорится, по крайней мере, по центральным каналам. Хороший повод действительно День Победы объяснить людям, что Победа, она оковалась, в том числе, и экономикой. Продолжение следует...